В июле 2007 года на сессии Международного Олимпийского комитета, проходившей в Гватемале, было принято решение о том, что зимние Олимпийские игры 2014 года будут проведены в Сочи. Эта новость была с огромной радостью воспринята в России. Однако было и множество скептических выступлений, связанных с непониманием логической привязки субтропиков к зимней Олимпиаде и с отсутствием в Сочи спортивной и дорожной инфраструктуры. Многие местные жители поначалу также восприняли новость о предстоящем проведении столь масштабных состязаний в Сочи негативно. Они опасались, что строительные работы доставят им огромные неудобства. Однако жизнь показала, что скептики сильно заблуждались. По мере продвижения работ стало очевидно, что город-курорт получает современные транспортные артерии, эстакады и развязки. Комитет по подготовке к проведению игр убедительно доказывает, что эти игры действительно имеют перспективу. Кроме городской и транспортной инфраструктуры, по мере приближения Олимпиады видно все больше готовых и близких к завершению олимпийских объектов. Работа в прибрежном и горном кластерах не останавливается ни на минуту, вне зависимости от времени суток, от сезона и погодных условий. Вне всяких сомнений, происходящее сейчас в Сочи является самой масштабной в мире инвестицией как в спортивную индустрию, так и в развитие целого региона. Возводятся спортивные объекты прибрежного кластера. Большая ледовая арена, где будут проходить соревнования по конькобежному спорту и хоккею с шайбой. Дворец зимнего спорта «Айсберг». Уже полностью готов керлинговый центр «Ледяной куб». Конькобежный центр «Адлер-арена». Ледовая арена «Шайба». Это Олимпийский стадион «Фишт». В горном кластере большая часть работ уже выполнена. Создавая зимний курорт мирового уровня, важно продумать все детали, чтобы у искушенной публики после посещения Сочи оставались только позитивные эмоции. Это значит, что транспортная доступность должна быть максимальной, с качественной скоростной дорогой «Адлер-Красная поляна». Это значит, что как на побережье, так и в «Красной поляне» должно быть возведено множество удобных гостиничных комплексов, рассчитанных на любые вкусы и уровни достатка отдыхающих. При строительстве дороги «Адлер-Красная поляна» природа поставила перед человеком множество задач, которые могли показаться неразрешимыми. В первую очередь это узкое ущелье самой полноводной реки российского причерноморья Мзинты. В селе Кепша, в месте, где нет возможности не установить на прибрежных склонах карниз для магистрали, ненадежно поставить опоры традиционной эстакады, решено возвести трехпролетный двухпилонный вантовый мост. 15 февраля 2012 года была запущена в эксплуатацию линия «Аэроэкспресса», связывающего Сочи с Адлерским вокзалом и аэропортом. Продолжительность поездки по маршруту Сочи-Аэропорт составляет 45 минут. Новый вокзальный комплекс состоит из двухэтажного здания, в котором также разместится автовокзал, медпункт, кафе, торговый центр и связанные с ним пассажирские платформы. Много проблем решают изыскатели и строители при монтаже спортивных объектов. Грандиозный комплекс для прыжков с трампли на русские горки и санно-бобслейный центр монтировались на склонах Аибгинского Среднегорья, подверженных оползневым процессам. Уже состоялись первые официальные старты. На склонах хребта Псекоха, на высоте около 1400 метров, вводится в стройкомплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура». Уже состоялись первые официальные старты. Коттеджный комплекс для участников Олимпиады уже полностью готов. В феврале 2011 года на склонах горнолыжного комплекса «Роза Хутор» прошли первые международные соревнования по горнолыжному спорту на Олимпийских трассах Кубок Европы. Трассы протестировали 240 горнолыжников из разных стран и признаны самыми сложными для соревнований. Это была только первая ласточка. Соревнования посетили первые лица нашего государства и чиновники Международного Олимпийского комитета. В 2012 году, когда готовность объектов вышла на новый уровень, горнолыжные трассы уже приняли этап Кубка Мира, во время которого были протестированы многочисленные сервисные службы. Так, трасса для скоростного спуска длиной 4 километра имеет весьма существенный перепад высот 1360 метров и содержит предельно крутые участки. Здесь все делается для того, чтобы не только во время крупнейшего спортивного саммита, но и после него Сочи и Красная Поляна были одним из самых любимых и удобных спортивных и курортных центров. Сочи и Красная Поляна